смородину любят и выращивают у себя на участках многие огородники и несмотря на то что она бывает и белая и красная черный сорт любит больше всего в принципе это ягода неприхотлива она легко размножается хорошо переносит морозы и если обеспечить ей хороший уход то дает щедрый урожай поэтому я предлагаю сегодня выяснить что же нам нужно сделать такого чтобы смородиновый куст радовал нас своими вкусными и полезными ягодами иными словами давайте откроем несколько важных секретов которые помогут нам добиться хорошего и регулярного плодоношения и так начну с первой хитрости это грамотная стратегия и для того чтобы урожай был гарантированным то самый правильный путь это посадить у себя на участке сразу несколько сортов которые цветут в разное время замысел этого очевиден даже если кустарники прихватят весенние заморозки то пострадает не весь смородиновый цвет а значит что летний урожай хоть и частично но будет обеспечен далее второй секрет хорошего урожая это просторная посадка по-хорошему сажать кусты смородины рекомендуется как минимум в метре друг от друга это в принципе как и с любыми кустарниками то есть чем больше загущенность тем будет хуже циркуляция воздуха между ними и конечно же меньше доступ света следующий секрет кроется в спецпитании конечно же мы знаем что есть много рецептов правильной подкормки смородины но напомню что она очень отзывчиво на крахмал причем не на порошковый крахмал из магазина а настоящий органический крахмал из обычного картофеля поэтому тут можно пойти двумя способами или сделать настой картофельной кожуры и поливать им кусты или же просто прикопать сырые очистки в приствольной зоне кустарника особенно такая подкормка эффективна в период цветения кстати от того как мы организовываем саму подкормку тоже получается разный эффект например можно просто рассыпать удобрения под кусты ту же минералку а затем сверху ее полить водой или же заранее растворить ее в воде и готовым раствором пролить почву совсем другое дело то есть можно сказать что правильная доставка питательной добавки корням это тоже очередная хитрость далее следующее важное условие хорошего урожая это здоровые кусты ведь нередко бывает и так что на участке много кустов смородины а урожая кот наплакал и виной тому вредители и болезни которых у смородины хоть отбавляй поэтому первым делом еще ранней весной нужно делать профилактические осмотры кустов и сразу же убирать пораженные почки листья и побеги особенно обращайте внимание на такие вздувшиеся круглые почки которые напоминают горошины именно там зимуют вредители а с наступлением тепла они начинают активно размножаться и кстати сказать в эту тему вспомню один из безопасных и народных способов борьбы с вредителями которые знают наверное каждый дачник это обливание смородины кипятком только делать такие процедуры нужно до распускания почек но в то же время чтобы уже окружающая температура была плюсовая вообще таких профилактических обработок нужно делать несколько и в разные периоды об этом я подробно рассказывал в отдельном видео там я показала какие средства я использую и поделилась своей схемой обработки сада поочередно проходя все ее этапы ну а сразу же после того как растает снег под куст нужно выложить темный материал или же картон а лучше всего даже будет рубероид таким образом мы создадим вредителям которые перезимовали в почве полную темноту а значит и продлим их период спячки в итоге какой-то период они не смогут вылезти из земли а когда проснуться и вылезут срок размножения уже будет пропущен далее следующий секрет заключается в хорошем добросовестном поливе так как основная масса корней у смородин располагается не глубоко то поливать ее нужно регулярно и стабильно но и заливать в то же время ее не нужно достаточно это будет сделать раза четыре пять за сезон к примеру в период активной вегетации во время цветения и формирования завязей в период наливания ягод и после сбора урожая но если же лето вдруг сухой и жаркой то поливать кусты нужно чаще хотя бы через неделю дней десять и при норма полива это три-четыре ведра под куст и наконец седьмой секрет это правильная и своевременная обрезка дело в том что у смородины очень быстро стареют ветви то есть они постепенно усыхают оголяются и перестают закладывать цветковые почки это естественный процесс и от этого никуда не деться поэтому для того чтобы поддерживать высокую урожайность такие ветки нужно вырезать также вырезаем ветви которые расположены к почве под углом менее 45 градусов это в целом усилит рост однолетних побегов которые и дадут основной урожай и в принципе делает куст прямостоячим иными словами обрезка и формирует куст и делает правильное соотношение ветвей по возрасту и количеству а проводить ее можно или весной или осенью но я обычно предпочитаю делать это в начале каждого сезона ну и в завершении напомню что смородина не любит кислую почву и поэтому если у вас на участке именно такая то ее нужно известковать а также не сажайте кусты в низинах где скапливается влага так как в таких условиях она вряд ли даст хороший урожай и наконец даже вкус самой ягоды зависит не только от конкретного сорта или же ухода за кустарником но и от погоды в текущем сезоне например если во время созревания ягод было холодно и дождливо то они будут заметно кислее чем вызревшие в сухое и солнечное лето спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайся на наш канал пилая уже предпочитала Продолжение следует...